Здравствуйте, дорогие зрители, слушатели! На библейском портале «Экзегет» мы сегодня размышляем о книге Экклезиаста Соломона. Ваш собеседник в свое время имел радость потрудиться на этой книге. Вот было составлено толкование на книгу Экклезиаст. И сегодня некоторые наши размышления. Сама книга 12 глав, у нас нет возможности и времени прочитать 12 глав и о всех размышлять и что-либо говорить. Собственно говоря, мы остановимся на четырех изречениях первой главы. Они достаточно известны на слуху. Кстати, даже люди светские, ну а я все-таки человек еще из того поколения, люди советские, очень нередко говорили цитаты из Экклезиаста. Конечно, понятия не имея, что они цитируют Библию, Экклезиаста. А это уже крылатые фразы, которые давно вошли в кровь и плоть нашей отечественной культуры. Суета-сует, томление духа и подобные вещи. Книга Экклезиаста начинается таким образом, в русском переводе синодальном. Суета-сует, сказал Экклезиаст. Суета-сует, все суета. Это вводные слова к книге, и фактически в них и выражен весь смысл книги. Суета-сует, все суета. Это сказал Экклезиаст. Есть некоторые подробности или тонкости этого изречения, если обратиться к языку оригинала и к его переводам тоже. Суета-сует звучит по-еврейски Гэбль Гэбалим. Слово Гэбль, оно же Авиль. Ну, замещение звуков Б и В. Вот, в русской традиции мы говорим Авиль с В. В европейских языках там везде говорится Б. Вот. Суета-сует. То есть, суета-сует – это Авиль, Авилем, все Авиль. Вот так вот можно сказать. Что означает это слово? Слова, как и в нашем отечественном языке, они имеют часто какой-то свой грубый материальный первичный смысл и имеют свои уже духовные надстроечные, выразимся так, смыслы. Так вот, Гэбель – это пар. И тогда вводные слова книги «Экклезиаст» можно прочитать так, если переводить их, вот, Кандова, Прималинейна. «Пар паром», – сказал Экклезиаст, «пар паром, все пар». А что такое пар? Ну, скажем, утренний туман – это пар. И с восхождением солнца этот пар развеивается, и от него ничего не остается. Пар – это что-то практически неосязаемое, легко растворяемое и исчезаемое. Вот, кстати, Авель не случайно назван именно этим именем. Действительно утренний туман, человек только-только родился, появился, открыл глаза, увидел этот свет, вкусил радость этой жизни, принес Богу богоугодную жертву, и на этом все кончилось. Он обид своим братом. Все рассеялось. Жизнь его рассеялась, как пар. И таковым по Экклезиасту является в этом мире все. Экклезиаст говорит, что все суета, все является таким паром. И наша жизнь, и наши дела, любовь, радость, природа, ремесло, профессия, творчество, радость этой земной жизни, природа, свежий воздух, вино и женщины. Да? Экклезиаст не стесняется о них говорить. Он говорит от лица Соломона, а Соломон и в жизни не стеснялся все это иметь и этому радоваться. Вот. И что все, что наполняет нашу жизнь, на самом деле рассеивается как пар. Интересные различные переводы. Помимо суета. Пустое. То есть пустота пустот, пустота пустот, все пустота. Вот такой есть перевод. Вульгати в латинском переводе venitas venitatum. Пустое, тщетное. Есть такой немецкий перевод. Vollkommen absurde. Alles ist absurde. То есть полный абсурд. Абсурд. Абсурдом все абсурд. Вот такой взгляд, такой диагноз ставит экклезиаст всему, что наполняет этот мир, всему, чем живет этот мир, чему радуется, к чему стремится, чему отдает юность, зрелость, силы, энергию, творчество. Ну, в общем, все, чем наделен человек, он отдает всему этому. А потом, к концу жизни, он подходит вот с таким итогом, что все развеялось, как пар. Еще экклезиаст говорит такие слова. Видела все дела, какие делаются под солнцем. А уж экклезиаст, говорит, от лица Соломона, действительно видел все дела. И царские палаты, и золотой трон, и храм, и дворец царский, и рабы, и стройки, и сады, и города, и золото, и женщины, и все увеселения, и мощь государства. Он имел все, что может иметь человек. Во всех отношениях он имел все. Кроме того, он имел благочестие, молитву. Он имел потрясающую мудрость и знания. Это величайший мудрец Библии, величайший мудрец античности. И не было равного ему по его знаниям. Это и мудрость судить дела человеческие. Это и знания природы, животных и даже демонов. Все знал, все постигал. И в конечном итоге, вот такой результат. Результат – все суета и томление духа. О суете мы только что с вами сказали, Эвель, Парр. А вот томление духа. Так переводит это выражение наши синодальные переводчики Писания. По-явлейски это звучит риут руах. Руах, опять, в своем первичном материальном значении – это ветер. Руах, кстати, у нас тоже дуть, дуновение, дух. Руах – это дыхание. Это все и этимологически, и лингвистически, и даже с точки зрения физики одно и то же – дыхание, движение воздуха. То есть руах – это ветер, дуновение, дыхание, дух. А риут – это пасти, и конкретнее даже, ну поскольку это все-таки Израиль, тот древний Израиль, то это пасти скот, стеречь. А еще это следовать за ним, гнаться за ним. Таким образом, риут руах – это пасти ветер. Но пастух, который пасет овечек, такая понятная картинка, идиллия даже. А вот пастух, который пасет ветер. А если еще в слове риут отметить оттенок погони, гнаться, то есть погоня за ветром. Это можно представить себе того ребенка, мальчишку или девчонку, которые с очком бегают по полянке и пытаются этим с очком поймать ветер. Итак, все пар и погоня за ветром. Вот такой диагноз выносит экклезиаст всем делам, которые делаются под солнцем. Не грехам. Грехи – это совсем другое. Про грехи что и говорить. А благим делам, которые происходят в этом мире, в мире, то, к чему человек устремляется и за что он похваляется, что вот это толковый, хороший, нормальный человек. И вот оказывается, все это пар и погоня за ветром. Вот такое значение этих слов, этих вводных и определяющих слов книги «Экклезиасты». Можно сказать, это может быть даже самая жестокая книга священноописания. Да, есть книги священного писания, где говорится о гиене огненной, есть где говорится о вечных муках, есть где говорится о темных страшных силах, есть где говорится о наших исторических событиях здесь на земле, есть где говорится о войнах, о жутких войнах, книга Иисуса Новина, книга судей израильских, книга царей, войны того же царя Давида и последующих царей и многое другое. То есть в Библии вроде много изображается такого, что может вызвать некое содрогание. Но там всегда содрогание вызывает зло или даже грех. Это не одно и то же. Зло или грех вызывает содрогание, но это естественно. А здесь-то говорится не о зле, здесь-то говорится не о грехе, а здесь говорится о том, чем все живут, о том, чем все заняты, о том, к чему все стремятся. И оказывается, это пар паром и погоня за ветром. Вот это уже жестоко. То, что за грех, преступление, наказание, наказание, ну, это укладывается в человеческое рацию, в человеческое мышление. А вот то, что все вроде бы положительно нормальное, что оно, оно как раз не наказуется ни Адом, ни Гиеной. И нигде не сказано, что это плохо. Наоборот, подчеркивается, что это хорошо. И вот то, что хорошо, оно всего лишь пар и погоня за ветром. Вот это жестоко. И Экклезиаст это рисует, живописует. Есть даже такое иудейское предание, что царь Соломон, который от юности был очень богоугоден, и когда Бог ему предложил выбрать все, что он хочет, он взыскал божественную премудрость, ни богатство, ни власть, ни еще что-то. Бог ему дал эту самую премудрость, но в нагрузку. Он дал ему еще и власть, и славу, и все остальное, чего тот и не просил. За то, что он попросил действительно хорошее, нужное. Но потом этот человек не во всем устоял благочестие. И, как известно, он взял много иноплеменных жен, а женщина, существо практически всегда достаточно религиозное, и они везли с собой тех идолов и те верования из язычных земель. И мало того, что он этому не воспрепятствовал, что он это все попустил, он сам в это включился. Это Соломон-то. Казалось бы, хочется теперь, чтобы его жизнь кончилась покаянием. И оно завершилось покаянием. Только не таким, как у царя Давида. У царя Давида он посыпал голову пеплом, он распростерся по земле, плакал, кричал, выл из своей души «Помилуй мя, Боже, помилуй мя! Грех мой предо мной есть, вы мой!» И так далее. Действительно вопль покающейся души. У Соломона мы этого не видим. А у Соломона, знаете, скорее то, что у некрасовских мужиков. Помните, когда они собрались и стали толковать, а кому на Руси жить хорошо? Ну, один говорит, что барину, другой говорит, что купцу, третий говорит, что папу, кто-то еще кому-то. И пошли они, пошли посмотреть, а кому же все-таки на Руси жить хорошо. Так вот, есть в Хагаде, в иудейских преданиях, свидетельства, что Соломон на некоторое время оставил свой трон и действительно стал странником, бродягой по своему собственному царству. Кстати, вот в этой книге здесь такая иллюстрация, современный такой экклезиаст. Это сибирские воды, сибирская большая деревянная черная изба. И вот он с этим посохом идет, этот экклезиаст. Кому же на Руси жить хорошо? Вот и тот. Кому же хорошо жить? Богатому, сильному, строителю, царю, человеку, имеющему прекрасную жену, имеющему прекрасное вино, или человеку благочестивому. Даже благочестие у экклезиаста, ну это хорошо. Только, грубо говоря, толку с этого нет. Умирает человек и умирает животное. И есть ли какая разница? И экклезиаст говорит, вот то-то и плохо, что разницы-то нет. Экклезиаст, он не видит никаких светлых пятен, он не видит света в конце туннеля. Он бредет по этому туннелю, вот он ходит и ищет, кому же на сей земле жить хорошо? И он все обходит и не находит. И в этом смысле экклезиаст – это покаяние философическое, покаяние философа. Не то истовое покаяние Давида, кающаяся горячая душа, а покаяние философа, в каком-то смысле полное во всем разочарование. И он хочет найти из него выход, и найти из него не может. И с этим он уходит из этой жизни. На иконе воскресения, на иконе пасхальной, канонической иконе, которую часто называют «Сшествие Христа в ад», а точнее было бы ее называть «Исхождение Христа из ада», потому что там не описано, как он сошел, а как раз как он вышел. И изображаются с одной стороны Адам, с другой Ева, которых Господь за руку выводит из ада. А за Адамом изображены два человека, персонифицированных. Это Давид и Соломон. За ними Иоанн Креститель. Остальные не персонифицированы. Давид и Соломон. Вот два покаяния. Горячее слезное покаяние кающейся души. И вот этот философ. То есть он и сошел в Шиол, в преисподнее, не прозрев. Его прозрением было то, что он увидел, что все пар паром и погоня за ветром. Суета сует и томление духа. Вот это его прозрение. А узреть, а что же не пар, а что же не ветер, ему при жизни не было дано. И вот Сын Человеческий, сходя во Ад, выводит оттуда кающегося грешника и разочаровавшегося философа. Вот теперь вот будете подходить к этой иконе, на каждое воскресенье кладется в середину храма. И обратите внимание, и Господь Иисус выводит, и по слову блаженного Иеронима, вот он подлинный экклезиаст. Экклезиаст – это тот, который собирает людей и обращается к собранию, проповедник. Вот Иисус возвещает благою весть. Эта благая весть он выводит Давида из ада греха. А Давид согрешает по полной убийству и прелюбодеянию. И он изводит из ада разочарование в бессмысленности этой жизни. Это ад. И современный человек, он, кстати, не столько боится наказаний и даже вечных наказаний. Об этом меньше. Современный человек очень часто не столько боится каких-то внешних ужасов, а он боится пустоты и одиночества. И эта пустота и одиночество, она вошла в душу, въелась в нее. И вот воскресший экклезиаст изводит из этой глубины. Таким образом, вот этот диагноз всему, что происходит под солнцем, не греха, а положительного, пар паром и погоня за ветром, еще тысячу лет будет оставаться без настоящего ответа. Потому что настоящий ответ даст Назарянин, настоящий ответ даст Сын Человеческий, даст Христос, Мессия, Который сойдет во ад и изведет из него кающегося в грехах грешника Давида и разочаровавшегося в бессмысленности всего философа Соломона. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Соломона.